Впереди у всех нас новогодние праздники, долгие зимние каникулы. А у сотрудников Новошадинской полиции самая напряженная пора – охрана общественного порядка в праздничные дни. Поэтому те, кто будет нести в эти дни дежурство, собрались на общее построение. Раньше в городе практиковались и в области единое заступление нарядов на службу. Сейчас в связи с большим количеством новогодних мероприятий, участием людей большого количества в городе, детей, школы, детские сады, у нас эта практика будет возобновляться. Дай Бог, что и по области будет сделано. Сейчас у нас участвуют здесь наряды ОВД. Это казачья дружина муниципальная, это народная дружина и частные охранные структуры, которые будут участвовать в охране общественного порядка, например, сегодня ночью и в дальнейшем до, скажем, до рождественских праздников. Такое же мероприятие мы планируем еще провести 6 января для тех нарядов, которые будут заступать уже в новом году, общие такие же. Кроме того, в этом году решением Новошахтинской городской думы у нас в городе в соответствии с действующим законом создана народная дружина единая в городе, которая будет действовать на всей территории. И если раньше были народные дружины на предприятиях, учреждениях, то теперь это единственная организация, которая в городе вправе заниматься охраной общественного порядка от населения. У них довольно широкие полномочия. Народная дружина у нас оформлена, люди оформлены. Вот видите, часть, здесь не все, только часть приглашена, которые будут участвовать в ближайшие дни в охране общественного порядка. На днях была проведена реорганизация, народной дружине был избран новый командир, это депутат Новошахтинской городской думы, Мащенко Сергей Дмитриевич. То есть мы будем стараться всеми силами как можно больше внимания уделять этой структуре, для того, чтобы население само, активное, кто желает, кто хочет, участвовали в охране общественного порядка. То есть это люди, которые будут совместно с сотрудниками ОВД патрулировать город, участвовать в праздничных мероприятиях, им выдано соответствующее удостоверение, есть у них, видите, нарукавные повязочки. По закону у них достаточно большой круг полномочий, как прав, так и обязанности. При пресечении правонарушений народные дружинники, которые состоят в дружине, обладают практически теми же полномочиями, что и действующие сотрудники ОВД. И их права и обязанности защищены законом. То есть компенсации при причине какого-либо вреда их жизни, либо здоровью. Я надеюсь, что в городе у нас это не то что приживется, но хорошо разовьется. И люди будут принимать участие на добровольной основе. Поэтому к жителям города хочу обратиться и сказать, молодежь, которая желает участвовать в охране общественного порядка, организована, может обращаться либо в Думу командиров дружины, либо ко мне, мы уже найдем, каким образом их совместить. Кроме того, с ОВД мы нашли взаимодействие. Взаимодействие те молодые люди, которые будут активно участвовать в народной дружине, это будет своеобразный резерв кадров для органов внутренних дел. И при приеме на работу, скажем так, к ним будут более внимательно присматриваться, чем к тем, кто будет приходить со стороны. Потому что во время работы с сотрудниками полиции при патрулировании к ним присмотрятся, посмотрят их морально-деловые качества, физическую подготовку, могут ли они это делать, не могут. А в ОВД желающих достаточно много поступить. Вот, скажем так, некие преференции для народных дружинников в ОВД все-таки будут. Не законодательные, но к ним будут внимательно присматриваться. И, возможно, молодые люди, которые будут участвовать в народной дружине, впоследствии могут и профессию такой жизни получить. Мы поможем нашим полицейским навести порядок в нашем городе, чтобы пресечь правонарушения. Это будет весомая помощь. Будем патрулировать улицы, места общего скопления. То есть я считаю, что это будет большая помощь. Полицейские продемонстрировали приемы захвата нарушителя. Для народных дружинников наглядное пособие. Дежурные наряды получают ориентировки. И все. Впереди дежурство по городу, чтобы мы с вами могли смело гулять, наслаждаясь морозными деньгами. Благожелаю вам, чтобы все новогодние рождественские праздники прошли в мире, в тишине, в спокойствии. Вам Божие благосояние на ваше служение во имя Отца и Сына, и Сына Духами. Помолимся Господу Богу о вашем здравии, о вашей мудрости, о силе Духа. И, конечно же, чтобы успех и удача вам сопутствовали в вашем служении не только в конце этого уходящего 2015 года, в начале 2016 года, но и на многое и благое лето вам благожелаю сил душевных и телесных, крепкого здравия, успеха, удачи во всех благих, добрых начинаниях. И, конечно же, Божьей помощи, потому что вы защитники, а мы будем крепко молиться, вы будете защищать. А дай Бог, чтобы наши жители богоспасаемого города Новошахтинска провели эти праздники, конечно же, в мире, в спокойствии и в любви.